Всем привет! Слышали такое выражение «Старикам тут не место» или «Дорогу молодым»? Хорошо звучит, но, к сожалению, к российской власти не имеет никакого отношения. В России в 2024 году власть захвачена пожилыми людьми, которые десятилетиями сидят на своих постах и не хотят расставаться с ними до самого гроба. Меня зовут Руслан Шевединов, и сегодня я покажу вам, что СССР представляет российская власть, напрочь состоящая из одних престарелых сумасшедших людей. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Мы начинаем. И начнем наш хит-парад с Валентины Матвиенко, одна из самых влиятельных женщин в России. 75-летняя Матвиенко в середине сентября была в очередной раз назначена главой Совета Федерации, одного из главных органов российской власти, по крайней мере, на бумаге. Это ее уже четвертый срок, она занимает его с 2011 года. Но во власти она далеко не с 2011 года. Она во власти порядка 50 лет. Начинала как глава областного ВЛКСМ-отделения в Ленинградской области, а дослужилась до верной путинской соратницы, которая все 30 лет Путина во власти занимает ключевые, руководящие посты. Матвиенко была на партийных должностях еще при советской власти, работала в правительстве, была губернатором Петербурга, а сейчас глава Совета Федерации и член Совета Безопасности. Те самые функции, восполняющие, которые развязали войну. Она настоящий ветеран путинской политической эры. При руководстве Матвиенко Совет Федерации без разбора одобрял самые людоедские законы. Повышение пенсионного возраста, закон об иностранных агентах, закон о дискредитации армии и другие тупые законы, которые в современной России уже стали обыденностью и ухудшают жизнь простых россиян. Матвиенко родом из Хмельницкой области Украины и пожила там все детство и юность. Но сейчас это не мешает ей поддерживать войну и убийство украинцев. Именно она, как глава Совета Федерации, в 22-м году разрешила Путину использовать армию в Украине. И уже третий год войны она громко вещает про козни Запада и борьбу против вымышленных нацистов в Украине. Матвиенко вовсю поддерживает войну, но почему-то это не мешает ее семье владеть недвижимостью в недружественной стране НАТО. ФБК находил у сына Матвиенко, Сергея, шикарную виллу в Италии, неподалеку от Венеции, стоимостью в целый миллиард рублей. Пока Матвиенко отправляет чужих сыновей на войну, ее собственный сыночек может наслаждаться итальянскими пейзажами. В России у сына Матвиенко целая бизнес-империя. Он зарабатывал миллиарды на господрядах, а все благодаря матери, которая за десятилетия службы Путину наворовала огромные суммы для своей семьи и огромные рычаги влияния, которые помогают обогащаться ее семьи. За годы во власти Матвиенко стала миллиардершей. Ее реальные доходы существенно превышают ее официальную зарплату, и ей давно пора на пенсию. Но 75-летняя Матвиенко продолжает оставаться в путинской системе. Я много еще кого перечислю, хочу сказать. У меня нет претензий к их возрасту. У меня есть претензии к тому, что они не отдают власть. Они вцепились в нее. А с возрастом они теряют какое-то нормальное мышление. Они становятся людьми, которые маниакально жаждут власти. Не исключение и глава Конституционного суда Валерий Зоркин. Он самый пожилой глава федерального органа власти. Ему целый 81 год. Впервые он возглавил Конституционный суд еще в далеком 91-м году и пробыл на этом посту до 93-го. А потом уже при Путине в 2003-м году он вернулся на эту должность и занимает ее по сей день. По прежним правилам и законам Зоркин должен был покинуть пост еще 11 лет назад, когда ему исполнилось 70. Но в 2010-м году, благодаря поправкам, которые внес Дмитрий Медведев, главе Конституционного суда дали возможность занимать эту должность бессрочно, до самой смерти. Зоркин будет возглавлять Конституционный суд. Именно он превратил суд в орган, который должен быть независимым и полностью неподконтрольным, и стал абсолютно ручным для этой власти. За время председательства Зоркина ни один из указов президента не был признан несоответствующим Конституцией. Даже когда в 2020-м году Путин проводил обнуление и перепись Конституции, именно Зоркин признал это все легитимным. Хотя это был самый настоящий государственный переворот, если подходить по букве закона. Зоркин любит строить из себя философа и постоянно высказывается на темы российской власти. Например, он заявлял, что именно крепостное право было главной скрепой, удерживающей внутреннее единство нации. Зоркин говорил, мировая правовая система терпит крах, что было предречено еще апостолом Павлом. А еще Зоркин не исключал возможности возвращения в России смертной казни. Как писал издание собеседник в начале 2000-х семью Зоркина подозревали в связях с чеченским террористическим подпольем в Москве. С подобным компроматом Зоркин уже давно лишился бы своего поста, но благодаря лояльности к Путину он до сих пор возглавляет Конституционный суд и одобряет каждое решение первого лица. И за это ему щедро платят дорогой недвижимостью. Зоркин получал от государства квартиры на Рублевском шоссе, квартиру в центре Москвы на улице Тихвинская и других престижных районах Москвы. Имеются у Зоркина и земельные участки в деревне Усово и Назарево. Кроме того, председатель Конституционного суда приобрел себе 26 соток земли и дом в районе Рублева Успенского шоссе в непосредственной близости от усадьбы Архангельская. Стоимость имения оценивалась в 225 миллионов рублей, сумма, которую Зоркин не мог бы скопить самостоятельно на официальную зарплату. Со своего поста Зоркин уходить не собирается. Да и зачем? Спорить ни с кем не надо, законность проверять тоже особо не нужно, да и платят за службу Путину ему хорошо. Можно председатель стоить хоть до смерти. Разобрались. Суд на бессменном главой, которому же за 80. Совет Федерации у женщины, которая больше 75. А что же с иностранными делами? Что же с МИДом, который должен отстаивать интересы России на зарубежной арене? Там, среди самых пожилых людей в этой системе, затесался министр иностранных дел Сергей Лавров. В этом году ему исполнилось аж 74 года. Каждый год появляются слухи, что теперь-то Лавров точно уйдет в отставку, что он буквально умоляет Путина разрешить ему уволиться, но почему-то он все никак не уходит и продолжает оставаться во главе МИДа. Лавров на депслужбе еще 72 года. Много лет поднимался по карьерной лестнице и 20 лет назад возглавил МИД. За эти 20 лет руководства российской дипломатии Лавров полностью ее разрушил. Если раньше Лавров встречался с лидерами развитых западных стран, то теперь его не хотят видеть нигде, кроме других диктатур по типу Ирана или Северной Кореи. У Лаврова, как и у любого представителя путинской элиты, есть проблемки с личной жизнью. У Лаврова есть официальная жена и дочь. Однако уже много лет он живет двойной жизнью. У него есть тайная вторая семья, про которую рассказали журналисты-расследователи. Любовицу Лаврова зовут Светлана Полякова. Они вместе как минимум с начала нулевых, а скорее всего и раньше. Она не сотрудница МИДа и не официальное лицо. Тем не менее, она, ее мама и дочь ездили вместе с Лавровым в его официальные командировки на служебном самолете за наш с вами счет. Все это оплачивали мы. У Поляковой есть 260-метровая квартира на Причистинке стоимостью почти в 700 миллионов рублей. Еще у нее находили апартаменты за 50 миллионов рублей в элитном жилом комплексе в Сочи, дом в Подмосковье еще за 57 миллионов и целый парк роскошных автомобилей. Партнеры и родственники Поляковой занимают ключевые посты в МИДе, а ее дочь Полина, которая приходится Лаврову, патчерицей, жила в суперэлитном районе Лондона в квартире стоимостью выше 400 миллионов рублей. После начала войны активисты пикетировали эту самую квартиру с требованием ввести санкции против патчерицы Лаврова и своего добились. И откуда же у Лаврова деньги на содержание своей второй семьи? Вовсе не с зарплаты за верную службу десятилетиями в МИДе, а от путинского олигарха Олега Дерипаски. Семья Лаврова пользуется бизнес-джетами, виллами и отелями, которые им великодушно предоставляет Дерипаска. Лавров практически живет за его счет, берет с него взятки, а взамен оказывает ему услуги. Мы узнали, что Лавров помогал Дерипаске получить американскую визу и решал его бизнес-вопросики с властями Гвинеи и Ямайки. В компании Дерипаски Лавров даже летал в Японию. Вот они вместе на фотографии. Сейчас Лавров занят тем, что усердно твердит о русофобии и лицемерии Запада. Все его высказывания это откровенные бредни. Но тем не менее, этот 74-летний человек, уже очень долго не произносивший ни одного слова правды, до сих пор в главе российской дипломатии. А это главный путинский разведчик Сергей Нарышкин. Ему тоже почти 70. Точнее, 69 лет. Он уже должен был быть на пенсии, но вместо этого он все еще занимает пост главы службы внешней разведки. С Путиным Нарышкин знаком давно, еще по службе в КГБ. Нарышкин руководил аппаратом правительства, возглавлял Госдуму, а в 16-м году стал главой СВР. Наши коллеги из издания проект выпускали про Нарышкина большое расследование. Они рассказывали, насколько близки отношения между главой СВР и олигархом к годам Нисановым. Если Лавров в собственности у олигарха Дерипаски, то Нарышкин содержанка олигарха Нисанова. Нарышкин даже плавал в личном бассейне Нисанова в Московском торговом центре Европейский. Помимо бассейна, Нарышкин пользовался личным бизнес-джетом олигарха, на котором вместе со всей семьей ездил кататься на лыжах в Австрию. Дочь Нарышкина, Вероника, работала в компании Нисанова, а свое 30-летие она отмечала на принадлежащем Нисанову корабле. После начала войны Нарышкин призывал россиян не ездить в Европу из-за извращений и биомеханоидов, которые там расплодились. Он заявлял, что современная Европа не может быть привлекательна для здорового человека. Давайте посмотрим, его сын получал вид на жительство в Венгрии, в стране Евросоюза, который на словах ненавидит его отец. А Вероника Нарышкина во время войны ездила спокойно в Грецию и Италию, и не похоже, что ей было бы в Европе некомфортно. И сейчас Сергей Нарышкин плоть от плоти советский чекист, помешанный на риторике ненависти, скрывающий свою связь с олигархом, руководит целой службой внешней разведки. Хотя уже давно его там быть не должно. Разведчик в главной стране тоже человек десятилетиями российской власти, никого туда не подпуская. Еще один политический долгожитель во власти 73-летний Патрушев, один из самых главных российских чекистов и один из самых влиятельных людей в современной России. Ключевой союзник Путина, который был с ним рядом на протяжении всей его карьеры. С 70-х годов Патрушев работал в КГБ, в 90-х в ФСБ, с 99-го по 2008-й был директором ФСБ, потом целых 16 лет занимал пост секретаря Совбеза. И не так давно его назначили личным помощником Путина и председателем морской коллегии. Причем должности такого не существовало. Ее специально придумали под Патрушева. Может показаться, что Патрушев как будто ушел на пенсию и теперь невлиятелен. Но его семейка, клан Патрушева, по-прежнему занимают важные должности в разных отраслях. Старший сын Патрушева, Дмитрий, несколько лет был министром сельского хозяйства, а теперь стал целым вице-премьером в правительстве. У него находили шикарную усадьбу в Подмосковье и квартиру в элитном клубном доме на набережной Москвореки. Младший сыночек Патрушева, Андрей, как и его брат, выпускник Академии ФСБ, был членом правления Газпромнефти. Племянник Патрушева, Владимир, играет огромную роль в ракетостроении. Еще один племянник, Алексей, когда-то руководил мастербанком и вывел за границу 200 миллиардов рублей. Брат Патрушева был советником председателя спортивного общества Динамо и заместителем филиала Мегафона. А у жены Патрушева, Елены, фонд борьбы с коррупцией находили несколько участков и дом в Серебряном Бару в тёмности свыше миллиарда рублей. За годы службы Путину Патрушев с лихвой обеспечил свою семейку высокими должностями и роскошной недвижимостью. Патрушев и не скрывает, что считает себя и своих подчиненных новым дворянством. Напомню, как только он и Путин пришли к власти, Патрушев в интервью «Комсомольской правды» сказал, что все его коллеги по ФСБ это современные неодворяне. А Патрушев, как представитель этой новой элиты, верит в теорию золотого миллиарда, западные козни, биолаборатории и чтение мыслей. Именно по заветам Патрушева Путин считает все страны Запада ненормальными врагами. Таким людям, как Патрушев, впору вести безумные разговоры с другими дедами за гаражами. Но вместо этого старый чекист до сих пор остается во власти. И его семья на самом верху, не пуская никого туда и контролируя все. Директора ФСБ Бортникова тоже сложно назвать человеком молодым. Ему уже 72 года. Еще в 70-х, как и Патрушев, Бортников работал в КГБ, потом занимал различные должности в ФСБ, а потом стал директором службы в далеком 2008 году. В тот момент Путин делал рокировку с Медведевым и Патрушев из ФСБ ушел в Совбез к Путину, а Бортников возглавляет ФСБ и делает это до сих пор. Бортников приближенный человек для Путина. Путин даже любит отдыхать с ним на природе. Вместе с Путиным Бортников иногда отправлялся пособирать грибы и понюхать шишечки в каком-нибудь лесу. К приказу Путина Бортников устраняет неугодных для него людей. В 2006 году подчиненный Бортникова отравили Лондоне полонием Литвиненко. В 2020 году пытались убить новичком Алексея Навального. Все силы Бортников бросает на борьбу с критиками Путина, но при этом при реальных угрозах оказывается беспомощным. В марте этого года как и помните случился страшный теракт в Крокус-Сити-Холле. Погибло больше 140 человек, пострадало более 500. За некоторое время до теракта западные спецслужбы предупреждали ФСБ о том, что такое возможно. Но Бортников предупреждение проигнорировал. Это обернулось огромным количеством смертей, которым можно было избежать. Все погибшие люди на совести Бортникова. После Крокуса только в этом году уже были теракты в Дагестане, захват заложников в российских колониях и много чего еще. Но Бортников опять не умеет предотвращать. Он умеет бороться только с врагами Путина. И как и все представители того путинского поколения, которое уже десятилетиями с витой власти, он любит воровать. Расследователи находили у Бортникова секретную недвижимость в Сестрорецке. Стоимость земельного участка Бортникова тогда составляла и всего через несколько часов после публикации этого расследования Бортников приказал заблокировать в России сайт расследователей, а само издание было разогнано. Бортников вор, Бортников преступник. Бортников является одним из воплощений путинской системы. Наглый, вороватый преступник, у которого руки по локоть в крови. При нормальном режиме его давно бы уже не было во власти. Он продолжает оставаться директором ФСБ и одним из ключевых руководителей в России. Несмотря на свой возраст и непрофессионализм. А вот другой силовик, Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета. С Путиным знаком очень давно. В 70-х они вместе учились в Ленинграде на юрфаке. Бастрыкин был одногруппником Путина и старостом его группы. После этого Бастрыкин работал в органах, был заместителем прокурора, а в 11-м году стал руководить Следственным комитетом. Сейчас Бастрыкину 71 год. После предельного возраста в 70 лет быть главой Следком уже нельзя. Но Путин принял специальный указ о продлении срока пребывания на службе руководителя СК. Все, чтобы дружочек Бастрыкин и дальше оставался в главе ведомства. Бастрыкин любит показывать себя гениальным сыщиком, чего стоят только кадры, где он через лупу рассматривает экран ноутбука. Но основная работа Бастрыкина это бороться не с реальными преступниками, а заводить дела на тех, кто уступает против войны путинского режима, а также кто не нравится им лично просто из-за того, что они не понимают все происходит в интернете. Именно он бесконечно выходит в прессу с заявлением о том, что возбудить уголовное дело на Моргенштерна, проверить танцующих на фоне какого-нибудь храма молодых людей и так далее и тому подобное. У Бастрыкина несколько тайных детей. Его дочь Дарья с детства увлекалась конным спортом и занималась в одном из самых дорогих комплексов России. Бастрыкин иногда ходит лично посмотреть на их выступления. Много лет Дарья Бастрыкина жила в квартире на Морской набережной Санкт-Петербурга. В ней же проживал еще один наследний главы Следственного комитета Алексей Бастрыкин. А еще один сын Бастрыкина Евгений работает в управлении президента России по общественным связям. Но есть у Бастрыкина и сын под другой фамилией. Посмотрите на эту фотографию датированную 89-м годом. На ней Бастрыкин с друзьями отдыхает на Валааме. На коленях у него сидит девушка, которую зовут Мария Ревнова. Оказывается, именно она в 89-м году родила Бастрыкину тайного сына. Ее зовут Борис. Борис Ревнов. Живет в Петербурге. Бастрыкин перестроил своего отпрыска на работу в Конституционный суд советником управления конституционных основ публичного права. Работая в суде, Ревнов прямо заявляет, что сменяемость власти не нужна. Его страница ВКонтакте заполнена перепостами движения Антимайдана и публикациями про величие Путина. И вот таких людей Бастрыкин хочет оставить вместо себя. И сам уходить он, как вы понимаете, пока не собирается. Он планирует быть главой Следственного комитета, пока не сыграет в ящик. Как еще один престарелый силовик в путинской системе. Глава Росгвардии Виктор Золотов. У которого в этом году был юбилей. Целых 70 лет. Человек с богатой биографией. Сложно поверить, что он соображал 30 лет назад, 40 лет назад. Он не умел говорить тогда, принимал странные решения, действия. Так же делает это и сейчас. После того, как ему наступило 70 лет. В 90-х Золотов был охранником у Ельцина. Посмотрите, вместе с ним он стоит на танке. Причем в охрану Золотов пришел, будучи простым работником на автозаводе «Москвич». После Ельцина Золотов побывал охранником Собчака и его дочери Ксении. Золотов был связан с криминальным авторитетом Цеповым. А потом стал охранять молодого Владимира Путина, у которого много лет проработал начальником службы безопасности. И в 16-м году под Золотова Путин сделал новую спецслужбу российскую Росгвардию. Личную армию для разгона протестов и назначил Золотова ей управлять. Через Росгвардию Золотов зарабатывал миллиарды рублей на махинациях с закупками продуктов для своих бойцов. Навальный подробно про все это рассказывал в своем расследовании. Золотову расследование не понравилось, и он выбрал момент, когда Навальный был под арестом и вызвал его на дуэль. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами, куда угодно. Но я обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную. Естественно, этим Золотов только выставил себя на посмешище. Навальный, потому что вызов принял и предложил Золотову дебаты. Но тот с них слился. За годы службы Золотов сумел наворовать безумные суммы. Наша команда находила Золотова и 8 недвижимости в Москве, Сочи, на Валдае с суммарной стоимостью в несколько миллиардов рублей. А отдыхать он любит, например, на Сейшильских островах, в пятизвездочных отелях, куда он летал на элитном бизнес-джете в компании молодых эскорниц, как мы выяснили из расследования Центра Досье. На перелеты и проживания в отеле Золотов тратил по несколько сотен тысяч евро, чего не мог позволить без официальной зарплаты. Уже много лет известно про любовницу Золотова по имени контролирует охранное предприятие «Балтик Эскорт», которое основал в 90-х годах друг Золотова, криминальный авторитет Рома Цепков. В Петербурге целевще принадлежат акции миграционных центров районных, которые выдают патенты на работу мигрантам. Общая стоимость недвижимости в Петербурге больше полумиллиарда рублей. И вот так Золотов держится за власть, чтобы воровать для себя, своих семей и своей любовницей. В свои 70 лет продолжает управлять Росгвардией вместо того, чтобы уйти на покой. И, конечно, главный старик во всей этой власти. Человек, который окружает себя такими же, как он сам, Владимир Путин, выходец из КГБ, которому в 90-х повезло попасть в Петербург, к мэру Собчаку. В 2000-м пришел к власти через запугивание людей с терактами и преемничеством от Ельцина. И с того самого момента до сих пор сидит на посту президента. Весь период своего правления больше 25 лет Путин никогда не вел ни с кем дебатов, никогда не допускал настоящих конкурентов до выборов. С каждым годом все жестче закручивал гайки, укреплял свое положение и использовал различные ухищрения, чтобы оставаться на посту президента вечно. Он подчинял себе СМИ, создал новых олигархов и силовиков. Он сделал так, что на нем завязаны все ветви власти. Когда ему понадобилось обойти ограничения в Конституции, посадил своего преемника Медведева. А потом вернулся. Вернулся с репрессиями, вернулся с еще большей коррупцией, вернулся с еще большей кровью. Потом в 20-м году просто переписал под себя Конституцию, фактически позволив себе править вечно. Путин сажал всех несогласных с его режимом. В некоторых случаях даже убивал своих врагов. Как в феврале этого года по его приказу в тюрьме в Харпе был убит Алексей Навальный. Все это делает он для того, чтобы пожизненно контролировать власть, чтобы воровать, чтобы вести роскошный образ жизни, чтобы чувствовать и виноградники, дворцы для себя и своих любовниц, роскошные автомобили. Все это для Путина кажется само собой разумеющимся, если ты президент. Он не понимает, что такое сменяемость власти, он не понимает, что такое конкуренция, честные выборы. Все это ему не понять. Такой тип мышления. Чекист, который вцепился во власть руками и не хочет ее отдавать. Владимир Путин реализовал войну с Украиной. Владимир Путин убивает россиян и украинцев каждый день. Каждый день этой чудовищной войны, будущее России под угрозой. Владимир Путин виновник этого всего. Владимир Путин должен нести за это ответственность. Он и окружение, которое он собрал из таких же пожилых людей, безумно любящих деньги, безумно любящих власть. Путин главарь преступной банды. Он и его подчиненные захватили власть в России. Человек, который отчаянно пытается войти в историю великим правителем, но останется в ней кровавым диктатором, подарившим своим дружкам места во главе нашей страны и уничтоживший будущее у целых поколений россиян. Вся верхушка российской власти сейчас состоит исключительно из таких вот пожилых людей. Они не могут оторваться от кормушки. Они хотят всю жизнь, всю жизнь быть во главе России и бесконечно жрать деньги, жрать ресурсы, жрать человеческие жизни. Если вы думаете, ну вот они пожилые, им немножко осталось, они сейчас посидят, а потом спокойно уступят власть, и кто-то другой ее возьмет. Нет. Тут я хочу вам напомнить слова Алексея Навального, под которым, наверное, каждый из вас подпишется. Да вы же видите, они никогда не наворуются. Наоборот, денег постоянно нужно больше. Этой купи яхту, эту квартиру, а потом внуки подрастут, и аппетиты у всех колоссальные. Эти люди пережиты к эпохе, выжившие из ума маразматики и конспирологи. Их уже давно не должно быть на руководящих постах, но они продолжают цепляться за власть. Уже очень щуплыми, морщинистыми руками, но цепляются за эту власть. Вцепившись в нее, кажется, на смерть. Они пропагандируют одиозные вещи, определяют судьбу России по своим людоедским понятиям и ценностям. Они переписывают законы, чтобы дольше оставаться у власти, и готовы управлять Россией сколько угодно, пока у них есть время. Но важно помнить, эти старики не вечные. И начнется гонка на лафетах, и каждого из них будут выносить из Кремля вперед ногами. Но нам с вами не нужно просто сидеть и ждать, когда же они все вымрут. Нужно каждый день бороться и сопротивляться. Делать все возможное, чтобы приблизить день, когда Россия может избавиться от этих когда-то, казалось, вечных правителей. Нет войне, свободу политзаключенным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова